Всем привет, господа! Сегодня у нас на обзоре колонки система акустическая 35АС1 радиотехника и это родоначальник серии С-90 легендарные колонки легендарные они потому, что рядом с ними постоянно ходит миф о том, что это акустика, которая получила какую-то там большую золотую медаль на какой-то выставке там в 70-м каком-то году в 78-м или каком и получила признание иностранных специалистов они сказали, что эти колонки интересные и выдающиеся вот, и с этой информацией, значит, все продавцы этих колонок 35АС не все, но многие или там фанаты бегают и вот говорят а вот эта модель получила медаль на выставке а остальные типа говно, вот эти все С-90, которые потом пошли а 35АС это типа хорошо, потому что раньше было лучше потому что изначально все было идеально потом все взяли, испортили, упростили, удешевили и так далее ну вот они у меня 35АС1 эти сегодня на обзоре волшебные я всегда к 35АС1 относился тоже так скептически вот и к этим тоже и на эти байки про то, что там на какой-то выставке им дали медаль хотя многие говорят, что это действительно выдумка то есть нет подтверждения, что там была такая выставка что там медаль какая-то, ну, не знаю это к историкам вопрос было или не было на самом деле но я всегда к этим всем этому хайпу вокруг этих колонок относился спокойно к обольтовым магнитам в том числе и ко всему вот этому я считал, что это просто С-90 обычные такие же как те, которые пошли после них а эти колонки начали выпускаться в 75-м году выпускались они, ну, там, до 81-го, наверное потом им на смену пришли С-90 и плюс еще вот эти разнообразные ну, в случае с радиотехникой это С-90 обычные, потом Б, потом там Д, Ф и так далее а вообще по Союзу начались вот эти клоны С-90 в виде орбита, там, 0.15, амфетон и прочее на момент, вот именно в конце 70-х кроме вот этой 35АС практически не было таких колонок такого класса им предшествовала колонки, ну, там, Виктория у которых такой же басовик вроде бы, насколько я помню при том, СЧ, ВЧ там совершенно другие ВЧ там вообще от С-30, типа как ну, а это уже, конечно, гораздо более прогрессивная конструкция 35АС-1 однако немногие знают, но я так понимаю, что в 70-е годы эти колонки были не одиноки, то есть они были не единственной моделью, вот именно как 90-образных таких колонок будущих параллельно с ними опускались какие-то колонки романтика, я не знаю там, найду ли их вообще, ну, то есть тот же самый клон, такой же дизайн, только немножечко поменяли немножечко под названием романтика как с каким-то дорогим, очень дорогим музыкальным центром они там продавались они очень редкие колонки, их практически нет их, видимо, мало выпустили и еще есть такой амфитон индекс, не помню, какой-то 211, что ли тоже, судя по всему идентичен колонкам 35АС-1 дизайн у него совершенно другой корпус другой, такой, скажем так с выдумкой, с фантазией, конечно но, судя по динамикам, он, по-моему, такой же и по фильтрам, возможно, тоже то есть, тоже клон то есть было три клона, а потом выпуск закончился и уже пошли вот эти вот больше клонов пошло, разнообразных уже именно в 80-е годы так вот, я к 35АС-1 относился всегда ровно всегда считал, что это неоправданная такая популярность у этих колонок ну, они, дело в том, что они редкие поэтому они и стоят, как правило, дорого то есть, поэтому вокруг них мифы такие всем хочется чего-то особенного и владельцам С-90, тоже ординарных хочется выпендриться и вот сказать у меня, ну, вот, хочу такие колонки которых ни у кого там на районе нету например, 35АС-1 тем более, что есть оправдание к стремлению к этому потому что там кобальтовые магниты на низкочастотниках которые якобы звучат лучше про кобальтовые магниты я знал всегда я знал, что они этим отличаются от С-90 но я в это тоже не особо верил дело в том, что кобальтовые магниты это так называемые альнику по иностранному это называется альнику то есть, алюминий, никель, кобальт что ли, такой сплав магнит на НЧ-динамике то есть, НЧ-динамику 35АС-1 на радиотехнике такой же, как, собственно как и ЛС-90 но магнит другой потому что просто в 70-е годы так было принято ставили кобальтовые магниты из альника потом цены на кобальт по разным там политическим каким-то причинам в странах добывающих этот кобальт где-то в Африке взлетели причем в разы и все и кобальт из аудиоиндустрии ушел стало выгодно делать просто ферритовые магниты и они, ну, может быть даже в чем-то лучше но тем не менее у староверов или просто у любителей верить в сказки такое вот предубеждение что кобальтовые это круто по крайней мере всем хочется проверить для этого люди и покупают 35АС-1 либо эти динамики отдельно покупают иногда на Авито при этом они довольно дорого стоят ну, кобальт он внешне отличается кобальтовый магнит он такой высокий да, вот в отличие от обычного плоского ферритового и он, говорят с временем то ли размагничивается от времени правда, сколько для этого нужно десятилетия никто не знает может вообще ему сто лет надо чтобы он размагнитился по крайней мере по этим колонкам если судить они босят вполне себе вполне себе мощно то есть, несмотря на то что им 40 лет может и больше также есть байка что кобальтовые магниты дело в том что, чтобы они как бы обрели силу их там как-то намагничивать прямо на заводе и возможно, что вот не знаю как с ферритовыми так же или нет ну типа, возможно что как-то их не до конца намагничивали брак там поэтому они там разные были по мощности типа, недостаточно но тут тоже такая байка короче те, кто уверен, что кобальт лучше они к нему стремятся из соображения что он как бы точнее ну короче качественнее играет я в этом в это не верил короче, никогда и я всегда считал что 35 АС-1 это как из 90 просто с другим дизайном как вот есть допустим УАЗик Бухан на котором до сих пор ездят там разные службы в России не только в России ну обычный УАЗик Буханка на всех улицах да, вот менты на нем ездят никого им не удивишь а был когда-то в начале выпуска этого Буханки был допустим я не знаю как он назывался но тоже та же Буханка просто чуть с другой мордой просто из ранних выпусков как в фильме Королева бензоколонки вот такая морда чуть другая дизайн чуть другой так по сути та же самая машина просто просто она настолько уже редкая ну естественно что за столько лет что они сейчас в музее там только они стоят и то их наверное днем с огнем не найдешь таких уже потому что их не осталось вот и так же я относился к 35i S1 что вот это такая же как вот мордастая Буханка просто ранних выпусков то есть как-то S90 просто ранних выпусков с другим дизайном и все я считал что кроме дизайна и кроме кобальтового магнита который ничего не дает там отличия от S90 нет ну да там видно конечно визуально что там стоит желтый тканевый высокочастотник про него тоже легенда слагает там как-то он называется 10GD35-3000 что ли вот он идентичен более поздним таким же пищалкам просто в них позже стали стоять прозрачную мембрану лавсановую здесь стоит такая типа как веги такая желтая тканевая ну и на самом деле вот так по опыту звучания этих колонок я бы не сказал что она что-то особенно из себя представляет мне кажется ну то же самое что веговская 10GDV одинаково будет звучать ничего особого обычный такой советский грязноватый немножко звук по высоким частотам поэтому как-то мне не тянуло эти колонки покупать тем более они как правило дорогие то есть они ценятся выше чем S90 они были редки однако потом ну предоставилась короче возможность я тут почитал оказалось что у этих колонок даже фильтр друг то есть отличие от S90 у них чуть больше чем я думал это не только магнитная нч не только высокочастотник купол другой но еще и совершенно другой фильтр свой соответственно звук какой-то немножко что еще более интересно тут стоит свой среднечастотник 6GD6 по крайне по крайней мере в 35 S1 вот именно стоят 6GD6 должны быть с завода ну это не то чтобы сильно отличается от обычного 15GD11 это по сути очень близкий к нему родственный динамик который мало чем отличается но тем не менее он был первый он был ранний а 15GD11 или там 20GD1 это уже пошло потом позже и судя по моему вот у меня не так давно было видео где я в обычной брянской S90 ставил разные среднечастотники я сравнивал как звучит 6GD6 и 20GD1 разница там между ними ну не то чтобы великая это один и тот же динамик один из другого между ними разница технически только в том что у них подвесы ну там может еще какие-то там толщина диффузора что-то наверное поменяли но у 6GD6 подвес резиновый а у этого 20GD6 у него резинотканевый такой более тоненький вот и все судя по тому сравнению 6GD6 звучит у меня звучал построже почище но как-то менее музыкально мне показалось а 20GD6 звучал более мелодично но более грязно при том больше искажений но это все индивидуально зависит от пары возможно конкретного динамика 35S1 имели как минимум две основные версии то есть есть 35S1 есть 35S201 201 это то же самое просто там сменился ГОСТ и добавили отнесли сразу во второй класс сложности почему-то не в нулевой не в первый во второй и получилось 201 а по сути то же самое но не только не только в этом дело в 201 еще и поменяли средний частотник на более такой вот современный 20GD6 вместо 6GD6 6GD6 пошел 20GD6 обычный такой же как потом на S90 на все ставились и в 201 модели уже фильтр чуть-чуть другой там какой-то порядок ну усложнили короче фильтр для высоких частот для средних частот поэтому звук стал теоретически может быть лучше но говорят он стал более современный может быть потерял чуть винтажность факт в том что у меня вот эти конкретно 35S1 и это даже хорошо я вот именно о таких мечтал о самых ранних потому что про них говорят что ну мне тоже вот это вот предубеждение что раньше было лучше раньше была трава зеленее и кажется что более ранние возможно были как-то более интересные по звучанию наверное хотя не факт ну вот они у меня и прикол в том что когда я их покупал я думал что это 201 потому что там само название закрыто под прекрасную наклейку долбит нормально и она долбит действительно нормально а потом ну что-то я на одной колонке эту колонку наклейку решил отклеить оказалось что это не 201 а это 35S1 конкретно то есть вот так вот даже еще лучше получилось ну а динамики там стояли 20 GDS потому что предыдущий владелец там заменил старые 6GD6 на вот эти так как 6GD6 были в совсем плохом состоянии не беда у меня есть да собственно разницы-то нет но у меня как раз тут валяется 6GD6 парочка я их туда поставил чтобы было наиболее аутентично и теперь у нас эти колонки практически максимально приближены к оригиналу но как к оригиналу дело в том что я потом у них полез внутрь смотреть там что а там оказалось что подключение динамиков немножко уже не такое как завода то есть если посмотреть на все заводские схемы которые на эти колонки есть там везде динамики низкочастотные среднечастотные высокочастотные все подключены в противофазе ну или как плюсом на минус а в моих колонках вот этих вот было подключено не знаю ну скорее всего это переделано было кем-то просто это не завода так подключено было плюсом на плюс то есть басовик плюсом на плюс среднечастотник плюсом на плюс высокочастотник плюсом на минус вообще-то я за такую схему сам агитировал когда вот у меня колонки брянские почему-то вот если брянские колонки подключить по заводской схеме Они звучат мерзко. Еще даже видео у меня было про то, что нужно с 90 подключать плюсом на плюс динамик, средний и низкий. И тогда звучание станет как надо. То есть гораздо лучше, чем по заводу. Ну, не знаю, на брянских это может и работает. Да неважно, на этих может быть так или не так, я не знаю. Но, в общем, моя задача, эти колонки, было сделать не чтобы они лучше звучали, а чтобы они звучали так, как они должны быть заводом. Привести к заводскому этому. Поэтому пришлось менять полярность. Опять басовик плюсом на минус, СЧ плюсом на минус, ВЧ плюсом на минус. Вообще, вот когда басовик подключает плюсом на минус, мне всегда от этого немножко коробит. Мне кажется, это как-то странно. Как-то противоестественно подключать так. Ну, раз написано в схеме, значит, наверное, так надо. И вот первое включение, когда я их притащил, допустим, когда впервые я их подключал, там стояло еще 20 ГДС на СЧ, оба динамика 20 ГДС. Там еще была схема, когда НЧ плюс, СЧ плюс, то есть такая незаводская схема. И в таком виде я их включил первый раз, когда усилитель не помню, какой был, наверное, хороший. Причем мне почему-то захотелось песни про Афган сразу включить. Какое-то такое желание, ну, колонки ассоциируются с теми временами. Кустарная песняка, это про Афганистан. И вот в таком виде, как они были изначально, ну, они звучали более-менее неплохо. По крайней мере, мне показалось, что они звучат явно интереснее, веселье, душевнее, чем электроника 0.15. И фазоинверторный бас мне как-то больше нравится. Но была проблемка такая, что немножко бас шел впереди, а средние и высокие как бы отставали. И чтобы их расслышать, надо было довольно громко включать, когда уже бас довольно сильно долбит. Но это при такой нестандартной схеме подключения. Потом уже, когда я вот подключил вот сейчас так, как нужно, как по заводу, то, видимо, когда ты подключаешь басовик плюсом на минус, у него басов становится, ну, где-то на треть меньше. Поэтому он становится тише. Не знаю, как он лучше, он становится в плане точности, там, он точнее бас или как, или быстрее, или что. Но он как минимум становится тише. И поэтому у нас СЧВЧ уже не теряется-то где-то в глубине. Они уже вполне себе слышны. Даже когда у вас переключатель стоит по серединке. И мне даже не хочется добавлять, потому что добавляешь уже как-то перебор. Вот. Плюс еще у нас поменялся здесь среднечастотник. Я поставил вместо 120 GDS, поставил 6 GD6. Ну, звук стал другой. Но я не могу сказать, что этот звук стал другой, потому что динамик другой, или потому что, скорее всего, потому что полярность просто поменена. Поэтому не могу сравнивать с тем, как было. Но в таком виде, когда я их привел, типа как заводской вид уже, с заводскими динамиками, с заводским подключением, ну, не знаю. Мне кажется, может быть, даже чуть лучше стало звучать. Может быть. Хотя, с другой стороны, возможно, появилось так называемое битое стекло по средним частотам. Такое, как... Ну, то есть какие-то искажения, похожие на битое стекло немножко бывает такое. На брянских я тоже замечал, когда у меня по заводу в противофазе СЧ подключен, на брянских S90, тоже по средним звук немножко с искажениями, похожими на битое стекло. Ну, не знаю. Короче, вот я про это не думаю. Я думаю пока про то, что я привел колонки к заводскому виду, теперь можно уже говорить о том, как они звучат, вот именно как они задуманы. И звучат они вполне себе неплохо. Конечно, это не какой-то хай-энд и хай-фай, тут детальность уступает, сильно уступает всяким японским аналогам, но тем не менее, по крайней мере, они звучат повеселее, чем электроника и орбита, и мне это уже нравится. В колонках есть душевность, колонки не скучные, колонки, в принципе, можно слушать достаточно долгое время, и даже интересно в какой-то степени. Да, конечно, там есть грязные высокие частоты, несмотря на этот чудо-высокочастотник. По средним грязновато там, ну, бас, кстати говоря, не гудит. Я не знаю, заслуга ли это кобальтового магнита. Когда-нибудь я сделаю сравнение, когда в эти колонки поставлю обычный динамик, и вот ферритовый, и вот кобальтовый. Будет ли разница? Пока не знаю, но вот, по крайней мере, я не слушаю никакого особого гудения такого. Несмотря на обычный S90-образный вот этот вот фазоинвертор, все вроде бы по басам хорошо. Мне кажется, колонки орбита гудят-то побольше. Если говорить про внешность этих колонок, про дизайн, то с одной стороны на картинках S90-обычный кажется как-то попривлекательней, а с другой, когда вот эти колонки стоят у тебя в коридоре, они так как-то... Что-то в них такое есть. Может быть, я просто любитель советского, но мне как-то нравится этот дизайн. И обычно S90 мне нравится. И вот эти как-то так солидно выглядят. При этом интересно, что на трубе фазоинвертора нет никаких вот этих вот защитной решеточки такой, поэтому туда можно руку просунуть и таскать. То есть, в принципе, удобно эти колонки перетаскивать за эту штуку. Я как-то... Когда вот начинал с 90 интересоваться, там у меня были вот эти с 90-ой, с 90-ой первой, я думал... То есть, я реально задался вопросом, почему такие колонки, которые весят 20 с небольшим килограмм, почему к ним не приделывают в заводе ручки? Ну, типа, как их таскать? Вот если бы были ручки, было бы гораздо удобнее. Потом ты как-то с этой мысли уже так свыкаешься, но думаешь, ну, значит, так положено, что ручки здесь не нужны. Но вот эта штука, дырка в фазоинверторе, она довольно удобна для перетаскивания. То есть, она, собственно говоря, как ручка есть. Потом, как вы знаете, в последующих там из 90, там зарешочили вот эту штуку, и туда уже руку не просунешь. Хвататься за фазик уже не так удобно. В целом, конечно, колонки по состоянию там не особо. Там сбитые углы, там где-то что-то рассыпалось, но это возраст. Главное, что они качественно загерметизированы предыдущим владельцам со всех сторон, там и внутри, и снаружи, и везде. И играют нормально. Вот эти, кстати, переключатели, на которые тоже некоторые блогеры ругаются, так сказать, сравнивают, что, например, у Yamaha S1000, вот посмотрите, как там плавненько крутится регулятор S-CV-C, а на наших всяких S90, типа, с такими щелчками. Ну, мне это даже нравится. Это брутальное перещёлкание. Во-первых, они мне напоминают какие-то старые советские телевизоры из далёкого детства, когда, если кто не помнит и не знает, раньше не было пультов дистанционного управления. Если нужно переключить там с первого канала на второй или на третий какой-нибудь, то там вот примерно с таким же, с довольно приличным усилием, и с щелчками так бац-бац-бац-бац, так переключается. Вот это примерно то же самое, только трёхпозиционная штука. И в этом есть какой-то, ну, такой винтаж забавный. Что-то из прошлого, чего сейчас уже такого не дело. Плюс какие-то ощущения немножко такие военно-космическо-ракетные. То есть, как будто ты, когда ты переключаешь этот переключатель, как будто ты ракету куда-то запускаешь. Знаете, как в том фильме про особенности национальной рыбалки. С газом и без газа там. Типа такого. То есть, что-то в этом, ну, может, я придумываю, по тем временам это было нормально, но сейчас это кажется таким каким-то... Приветом от военпрома немножко. Так что вот эти колоночки-то и деконденсаторы там из военных вроде как были в основном советской акустике от бракованных. Ну и эти штучки тоже. Кстати, почему бы нет? Может быть, такие переключатели где-нибудь реально стояли в танке в каком-нибудь советском или в другом военном оборудовании. Унификация. Почему бы нет? Бас здесь тоже довольно такой интересный. Фазоинвертор длинный, который многие не любят, его звук там, как он гудит, и вот типа типичные басы с 90 и так далее. А мне наоборот нравится, по крайней мере, здесь, по крайней мере, может быть, дело в кобальтовых динамиках или в чем. Но он не противен. Он если и гудит как-то, то он... Звук такой своеобразный у него, конечно, но он такой свой родной, прикольный, и низкий, мощный, и забавный. Похож на, я не знаю, ну, то ли как пустая бочка, то ли как это... Какая-то как по баскетбольному мячу, если, например, бить кулаком какой-то такой звук... Или как будто тебе под стул пинает, например, кто-то там... Какой-то такой забавный звук, короче, по басам. Вот, например, у орбиты колонок, там фазоинвертор другой, и там включаешь погромче, и начинается тоже гудение, но оно уже не такое очаровательное, оно уже конкретно гудение и не особо приятное. А здесь S90 эти 35S, они даже гудят приятно. Да я бы не сказал, кстати, что они сильно уж гудят. Может быть, действительно магия кобальтового магнита, может, контроль баса лучше, или что-нибудь как-то. Вот. Я помню, у меня было видео, где я вставлял в брянский S90 динамик от Corvette 35, который вроде бы с этими технически схож, но там ферритовый магнит. Так там, мне кажется, гудежата было побольше, чем здесь. В общем, первое впечатление было такое ровное, то есть вроде бы и ничего, но это, конечно, ничего особенного. Конечно, детальности никакой нету, ни по высоким, ни по средним, там особо, там, бас какой-то там. Ну, это типично. 35S, что вы хотите. Это же не Onkel, или там, не Onkel, а этот самый Otto Deluxe какой-нибудь, или что-то там, Yamaha NS1000. Колонки такие, какие есть. Вот эти все игры мои с фазой, противофазой, и мое такое громкое видео про то, что нужно просто сделать плюсом на плюс, сейчас, например, на любых S90, они зазвучат, ну, это такая теория, не знаю, не подтвержденная. Например, я забыл в прошлый раз сказать, что на электронике 0.15, я именно так делал, то есть среднечастотники включил не так, как сделано там, а там, по-моему, плюсом на минус включено. А я наоборот сделал. И что? И лучше нифига не стало. Стало хуже. То есть на электронике, то есть на электронике вот этот мой метод, он не работает. На S90, возможно, что работает, но не важно. Короче, я их привел в заводское состояние. Может быть, когда-нибудь потом я обратно перекину на плюс на плюс, чтобы было, может, и лучше станет, но не знаю. Но пока вот в таком виде, и в таком виде, даже в таком виде, вполне себе нормально можно слушать. Вчера, еще, когда живы были воспоминания о японских колонках, в целом оценка этих колонок была не очень высокая. У меня такая, ну, типа, ну, просто, ну, лучше, чем орбита. Хуже, чем орбита, нет ничего. Лучше, чем орбита, лучше, чем 0.15. Душевнее, веселее. Это прям слышно сразу. То есть, чем характерны эти колонки, что их хоть как не подключая, их, особенно вот, ну, особенно вот в таком заводском виде, особенно 6GD6, их слушать, ну, грязно, да, там, грязно, где-то что-то, кого-то там перековерканный звук немножко, где-то не хватает деталей. Если в целом говорить про сравнение с какой-нибудь, например, Yamaha NS1000, то здесь, наверное, скажем, ну, наверное, ты слышишь только треть, треть тех звуков, которые слышны в Yamaha NS1000, если не меньше. Вот, это для тех, кто интересуется, действительно ли 35S1 это какой-то high-end или hi-fi? Ну, не high-end, это слишком громко сказано, hi-fi. Да я думаю, что нет. Ну, по каким меркам это мерить? Может быть, по тем временам, когда ламповосилители были, хотя в те времена, Yamaha NS1000, это же с тех же годов, там, 75-й год. Какой у нас все-таки была большая разница между японской продукцией, да и, наверное, американской, и вот совет. Короче, на hi-fi никак не тянет разница между MP3 и флаг здесь услышать тяжело, практически невозможно, как я не старался, и большая часть звуков, конечно, которые слышно на hi-fi, на акустике, здесь ее не слышно, даже с хорошим усилителем, ЦАПом и так далее. Ну, зачем это все нужно, если это потребительская акустика, которая делалась под соответствующий класс усилителя, под соответствующий класс источника звука, то есть какие-то магнитофоны там, под это все она вполне подходит. И даже по нашим, по современным меркам она вполне годится, чтобы слушать MP3-шки на каком-то простом усилителе и так далее. Так вот, что у нее хорошего-то? Ну, душевность есть. То есть это колонки, которые не скучно слушать, которые хочется, несмотря на эту всю грязь, несмотря на недостатки, несмотря на то, что там где-то что-то не похоже на естественный звук, их слушать приятно, по крайней мере, мне. У них есть винтажность, возможно, у них есть немножко теплоты, душевности, вот, и это хорошо. То есть, ну и вообще в целом эти колонки, наверное, похожи на брянские с 90-х где-то близко. Но я так заочно скажу, что брянские все равно круче. Но эти тоже где-то уже близко подобрались. И на мой взгляд, они гораздо лучше, чем Corvette 35, лучше, чем Orbita без переключателей, лучше, чем 0.15. Вот эти мне приятнее. Слушать, по крайней мере, с динамиками 6GD6. Как там с 20GDS-ом, я не знаю, что там будет, может. Ну, так же примерно. Вот, наверное, весь обзор, то есть колонки как минимум душевные. не является чем-то супер-выдающимся, чем-то офигенным, там, но такой вариант, когда, за которым, ну, наверное, не стоит специально гоняться, но если он у вас есть, то почему бы его и не послушать, если он вам достался, там, наследство или что-то еще. Есть колонки противные, которые хочется просто отключить и не хочется слушать. Эти слушать можно, эти слушать вполне интересно местами. И что меня еще, знаете, удивило в этих колонках, то что вот при таком заводском подключении, заводскими динамиками, уж чего я от них не ждал, так это они, оказывается, играют как-то рок. Вот сколько у меня советских колонок разных, и ни одна из них, по-моему, рок, дисторшн, ну, такой, чуть-чуть тяжелее, чем легкий рок, рычание гитары, никто из них, по-моему, толком играть не умеет. А вот эти могут, при том, что это колонки из 75-го года. Странно. И, возможно, в этом, на это как-то действительно влияет эта противофаза, еще динамика, может быть, противофаза, он лучше такие вещи играет. Но рок, они довольно весело, задорно играют. Это странно для меня, конечно, от них такое услышать. Ну, а в сравнении, опять же, там, с какими-то иностранными, или там, современными столбами, или винтажными, дорогими японскими колонками. Это надо сравнивать впрямую. Пока что у меня от этих колонок ощущение позитивное, просто потому, что они лучше, чем Arby, и поэтому они мне нравятся. Ну, и, в принципе, даже если говорить про то, что за них много просят, допустим, там, сколько-то, 10 тысяч, к примеру, за 10 тысяч какие можно колонки купить? Импортные, адекватные, чтобы с таким же басом, ну, не знаю, если только полочники какие-то, плюс сабвуфер. У меня никогда не было сабвуфера такого нормального, и я как-то отношусь к басу из сабвуфера предвзято. Мне кажется, это как-то будет искусственно. Хотя, возможно, и ничем не хуже, чем вот эти басовички и такой объем. Ну, если так в целом говорить, то эти колоночки меня, в принципе, напомнили брянские с 90-х, и вот эти мои первые ощущения это с 90-х, когда я их собрал, правильно подключил, и, ну, там, правда, подключение другое на брянске, тем не менее. Радость от музыки, какая-то душевность. И здесь это примерно так же. То есть я, опять же, снова прихожу к мысли, что, возможно, кому как, кому-то, может, 0,15 лучше всех из 90, кому-то какая-нибудь, там, 0,22. А мне кажется, что вот именно с 90 обычные, скорее всего, это то, что мне надо. Потому что и эти тоже мне нравятся, и обычные с 90, скорее всего, я надеюсь, что они звучат не сильно хуже. Вот. И вот этот, именно этот бас, именно с этим фазоинвертором, дизайн плюс красивый, мне кажется, красивее, чем все остальные модели. Прекрасно. Что-то в них такое все-таки приятное есть. Ну, а теперь выводы для тех, кто видел и не смотрел целиком. Колонки 35S1 оказались далекими от каких-то Hi-Fi стандартов. Конечно, это не Hi-Fi, даже, может быть, даже по тем временам. Чего уж мы будем врать-то, ну, в 75 году как раз был рассвет, там, в конце 70-х, рассвет, золотая эра аудио, там, в Японии делали шедевры всякие супераудиофильские, которые до сих пор никто не может превзойти. И мы на этом фоне будем говорить, что 35S1 это, ну, типа, ну, по тем временам это был Hi-Fi, а теперь это, конечно, теперь это не Hi-Fi, но по каким-то тем временам, если тогда колонки были не хуже, чем сейчас, топовые. Вот, поэтому 35S1 это, ну, на Hi-Fi не знаю, но это по иностранным меркам это такие бюджетные колоночки. Не все же там за границей слушали и NS1000 и прочие там JBL старших моделей. Эти колоночки, возможно, за свои деньги играют не хуже, чем какие-нибудь иностранные, но бюджетные. Короче, никакой Hi-Fi здесь нету, ничего чудесного здесь нету, колонки достаточно грязные, достаточно недетальные местами, мутные, с мощным басом, подходящим под электронную музыку. Вообще, если слушать электронную музыку, то к этим колонкам претензий вообще никаких не будет, потому что тут в ВЧ циклит, басы довольно низко играют, все, вот оно, радость. А если говорить про какую-то более аудиофильскую музыку или изысканную, то здесь они тоже в грязь лицом не ударят, конечно, это очень так недетально и стрёмно, но и ценовая категория не та, что у каких-то там иностранных колонок. Ну, я и говорю именно в плане детальности, но в плане душевности 35S1 вполне себе неплохие, и слушать их можно, они не отталкивают, они не вызывают раздражение, их можно слушать, и даже, даже местами весело. есть винтажность, звуки, как про это говорят, да, действительно, но такой особо, такой винтажности, как, например, в колонках Эстонии, которые, кроме как медленные и ретро-жанры играть ничего не умеют, здесь нету, эти могут колонки, как оказалось, играть и рок хорошо, бисторшен, рок мощный, то есть тяжелый рок даже могут играть, что странно, и бас у них достаточно, я бы не сказал, что он гудящий, он достаточно плотный, быстрый, но он здесь включен в противофазе, может быть он поэтому такой, если его включить в фазе, его как минимум станет, наверное, больше, но он тогда начнет, может быть, и гудеть, вот такие вот колонки, по крайней мере, ну, на фоне остальных, на фоне орбиты, на фоне 0.15, мне не нравится больше, вот такой вот у меня на сегодняшний день вывод, в скором времени, возможно, сделаем какое-то большое сравнение всех этих колонок, и тогда уже будет ясно, кто из них лучше, но, мои симпатии вот за вот этими, если сравнивать с теми, двумя, которые были перед этим в обзорах, ну, и вообще, слушая такие колонки, как радиотехника, вот эта вот 35S1, все-таки закрадывается мысль о том, что на кого-то, если они и ориентировались, создатели этих колонок, то, скорее всего, явно не на японский звук, скорее всего, на американский, потому что японский звук, он специфический, там вот эти все, яркость высоких, и так далее, здесь все-таки звук, мне кажется, он такой, ну, я так себе представляю, мне кажется, он более американистый, возможно, они все-таки смотрели на колонки, типа там, Кервин Вега, или какие там еще в Америке есть, на ту подачу звука, на тот стиль, не на японский, и в целом, возможно, то, что дальше пошло, вот эти все, с 90, это все-таки ближе, наверное, к американским каким-то колонкам, чем к японским, к японским, у нас только получается, Эстония, ну, я бы не сказал, но вот, электроника 100 S060, которая целиком скопирована, там, конечно, чисто японская тема, ну, а эти, наверное, все-таки больше, как на JBL, похожи, или на что-то американское, возможно, можно.